А еще какие окончания? Там вы мне дикуша, щелая бар, Ксюша. Эльза Бадгива преподает татарский язык у русскоязычных учащихся. В работе использует новые методы и приемы. Вот и сейчас ее ученики занимаются не так, как принято в школе, а сидят друг напротив друга. И общение во время занятий проходит не только с учителем, но и между учениками. Эта методика схожа с принципами работы педагога. Моя профессия самая важная, чтобы дети любили учиться, чтобы было интересно, и тогда будет результат. Школа номер 31 открылась 20 лет назад. Эльза Бадгива работает здесь с открытием учебного заведения. В конкурсе на поощрение лучших учителей участвует второй раз. В 2013 году стала победителем республиканского этапа. В этом году – всероссийского. Я просто любила свою работу. А когда любишь свою работу, работаешь интересно, на результат. Поэтому результаты высокие получились. И добилась высоких успехов. Лучшими учителями Российской Федерации были признаны шесть преподавателей из Нижнекамска. Искандер Набюлим в этом списке единственный представитель сильного пола. Более того, самый молодой. Он преподает биологию в 24-м лицее. Свою увлеченность этим предметом начал замечать с детства. Я сам по специальности эколог. И с детства интересно было и экология, и биология. Потом, после окончания университета, предложили приехать сюда работать. Ученики Искандера Набюлина тоже выигрывают различные призовые места на республиканских всероссийских олимпиадах международных. Уже побывали в Азербайджане, Турции и даже в Кении. Кстати, это и есть лучшая награда для учителя – видеть успехи своих учеников. Ильнар Нурьяхметов, Евгений Лозаев, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.